Друзья, всем привет из Лос-Анджелеса. Как вы уже поняли, этот выпуск посвящен городу, который у многих олицетворяется с американской мечтой. Ну что, друзья, отправляемся с вами в путешествие по Лос-Анджелесу. Сам Лос-Анджелес – это город, построенный на мечтах. Мечтах искателей и авантюристов о несметных богатствах, мечтах эмигрантов о новой лучшей жизни, мечтах начинающих актеров, облески и роскоши Голливуда. Климат для многих лучше не придумаешь. Жаркое сухое лето и мягкая влажная зима. Здесь круглый год можно кататься на велосипеде, не снимать роликовые коньки. Вот это Хаят, пятизвездочная гостиница. Это моя комната здесь. Ценник на эту гостиницу ориентировочно 300 долларов за ночь. Здесь есть бассейн, конечно же, здесь есть спортзал, залы для конференций, здесь есть рестораны, несколько. Сюда добираться из аэропорта Лос-Анджелеса 30 минут. Если вы берете Uber, это самый удобный вариант, то по ценнику выйдет около 30, от 30 до 40 долларов. Это, конечно же, не центральный Лос-Анджелес. Пляж здесь есть, это Лонг Бич. Пляж не самый, честно говоря, чистый и не самый живописный. Но, как бы, если есть желание, то позагорать и искупаться можно. На этом с Хаятом все, едем дальше. Лос-Анджелес, детка. Я арендовал машину сейчас на Лонг Криче. Уезжаю из гаража. Если что, компания по аренде. Недорогая. Enterprise называется. Я уже час катаюсь по пригородам Лос-Анджелеса. Но, на мой взгляд, ничего особенного тут нет. Дороги, машины. Много мусора на обочинах. Видно, что много такого нищего населения, скажем так. Пробок, ребята, много. Еще такая тема интересная, что на многих заправках у них есть вот эта вот курочка. Курочка продается. Знаете, хрустящий цыпленок. И сейчас заезжал на шелл на заправку, заправлялся. У нас, если как бы можно купить, что у нас можно купить? Какой-то сэндвич, там еще что-то. У них вот много где вот эта вот курочка хрустящая. И сразу же тоже любители курочки стоят, отовариваются. А тем временем я переехал в другую гостиницу. Сейчас я нахожусь ближе к центральной части Лос-Анджелеса. Гостиница это проще. Гостиница 3 звезды. Дешевле она за ночь где-то на там от 50 до 100 долларов. И в эту стоимость входит парковка. Здесь получается гостиница расположена не на пляже. До пляжа идти где-то минут 20. Это известные пляжи Лос-Анджелеса, Санта-Моника и пляж Венеция. Венис, да. Пляж Санта-Моники с одноименным пирсом Санта-Моники. Это еще один из наиболее популярных пляжей Лос-Анджелеса. Он также растянулся почти на 4 километра. Здесь множество магазинов, ресторанов, кафе, большой торговый центр, несколько кинотеатров. В общем, развлечения на любой вкус. Санта-Моника, где я сейчас остаюсь, весь вот этот район, значит, что он напоминает мне. Этот район и Санта-Моника, в Санта-Монике есть пляж, да. Вот сам пляж мне напоминает чем-то английский Brighton. Также есть пляж, есть пирс, есть куча баров и ресторанов, которые находятся на побережье. Вообще, вы знаете, для меня вот Лос-Анджелес и мое вот впечатление о Лос-Анджелесе, это вот как, что ли, такие американские горки. То есть город, который олицетворяет себе такую американскую мечту. Приехал, попал в кино и в то же самое время, да, что происходит и что случается, если приехал в Америку и не добился ничего, и ничего не получилось. Да, здесь есть, конечно, и супер дорогие районы, супер, как бы, крутые машины, и очень много богатейших людей, да, здесь живет в разных районах. Здесь находится киноиндустрия. И в то же самое время здесь просто есть такая нищета. Лос-Анджелес известен своим серфингом, известен своими волнами, и на пляжах Лос-Анджелеса многие приезжают именно для того, чтобы посерфить. В Лос-Анджелесу определенно повезло с погодой. И погода здесь хорошая как днем, так и ночью. В Лос-Анджелесе вам точно не придется комплексовать по поводу возможного акцента. Этот город является домом для представителей более чем 140 стран, говорящих как минимум на 224 различных языках. На данный момент это крупнейший город Калифорнии. Сейчас я нахожусь на пляже, который называется Венеция, Венес-Бич. Ну, это немаленький пляж, и он отсюда проходит до пляжа Санта-Моники. Вот этот пляж, да, он более молодежный, хипстерский, что ли. Некоторые ларьки напоминают мне чем-то наши ларьки где-нибудь на Черноморском побережье, типа там Анапы. Здесь также вдоль побережья проходят всякие велодорожки, прокаты, люди бегают, занимаются серфингом. Все это здесь есть. Но также как бы присутствуют и такие элементы впаривания каких-то товаров на улице. Также много малоимущих ребят, да. Можно встретить на пляже, да, там я встречал, где где-то там спят эти товарищи. Ну, куда денешься? Венес-Бич или пляж Венеция, или венецианский пляж. Это визитная карточка Лос-Анджелеса. Среди всех пляжей Лос-Анджелеса Венес это самый популярный. Сюда съезжается более миллиона туристов в год. Пляж растянулся на 4 километра. Здесь можно встретить различных начинающих артистов, музыкантов, торговцев и просто бездельников. На Венес-Бич снимали картину «Скорость» с Киану Ривзом и Сандрой Балак. Здесь также снимали фильм «На последнем дыхании» с Ричардом Гиром. Телесериал «Спасатели Малибу» снимали не на пляжах Малибу, а именно здесь. Лос-Анджелес, во-первых, для многих это город мечта. И как он только не называется, самое популярное название, наверное, это Лос-Анджелес. Лос-Анджелес – город ангелов. Также его по-испански могут называть и Эль Пуэбло, что значит как бы городище, город. Ну, как бы он ни назывался, многие хотят сюда приехать, и популярность ему обеспечивает прежде всего Голливуд, да, который здесь находится, и звезды, которые здесь живут, и район Беверли-Хиллз, который один из самых дорогих районов. Да, ну и, конечно же, если вам интересна учеба в Лос-Анджелесе, то я сделаю целых несколько выпусков касательно учебных заведений в этом городе. Поэтому заходите на наш канал Smaps Education, а в образовании обязательно подписывайтесь, линки в описании к данному видео, подписывайтесь на мой инстаграм, также Smaps Education, линк ниже в описании к данному видео. Очень много всего интересного. История Лос-Анджелеса началась, когда Филиппе Деневе, испанский губернатор, послал 11 мужчин и столько же женщин на плодородные, но пустынные, никем не заселенные земли. Эти люди и образовали первое испанское гражданское поселение, которое стало изолированным ферменским городком. В первой половине 19-го столетия население Лос-Анджелеса резко возросло, благодаря строительству трансконтинентальной железной дороги, развитию цитрусового производства, появлению киноиндустрии и постройке в Лос-Анджелесе крупного калифорнийского порта. Сам город был присоединен к США в 1850 году. Короче, ребята, приехал я сдавать автомобиль на место в аренду. Сейчас покажу, что это из себя представляет. Вот так просто, как на парковку заезжаешь, получается, тебе показывают, куда машину ставишь сразу же, туда в лобби. А дальше тебя здесь уже забирает автобус и везет в аэропорт. У них здесь же сразу же находится и мойка автомобиля, они их сразу же чистят. Все очень быстро происходит. То есть я заехал и буквально через минуту у меня приняли машину. Я вещи достал, все забрали, они все посчитали, проверили на повреждения. Но еще раз возвращаюсь к тому, если вы приехали с деньгами и хотите их потратить. Здесь же вы можете снять и Porsche, и Ferrari, и Mercedes, и спортивные SLS, и бизнес-классы автомобилей, BMW 7, Tesla, все что угодно. А я могу пока только дождаться автобуса и уехать в аэропорт. На этом выпуск наш подходит к концу в Los Angeles. Надеюсь, вам понравилось.